6 и 14 гигабайт занято 31 там это самое свободное всего там 39 вот здесь практически выведена вся там системная информация если вам не нравится вот эта штучка значит убирайте ее выбирайте там любой фон итак ну давайте вот смотрите практически я всегда что делаю вот настраиваю меню загрузки печатайте запомните у меня везде имя пользователя и пароль юзер да а потом всегда можете поменять на любое другое и любой длины здесь русского к сожалению языка нету поэтому выбираем английский я обычно люблю ставить бург он покрасивше вот на раздел сда это сейчас увидите вот на смотрите вот на этом это что да Это, значит, он обследует архитектуру вашей системы И создаст красивое меню загрузки То есть, когда вы включаете компьютер, то есть, перед входом в систему Здесь мы нажмем, значит, как всегда, Yes По-русски, да-да, напишем По-барабану Там столько самых разных вариантов меню, что ой-ой-ой Так, здесь напишем, просто Enter нажмем Я, собственно говоря, не люблю Splash Я люблю, когда команды бегут по экрану, я вижу там, если что-то замерло А Splash у тебя картинка показывает И может он там замер или еще что-то Ну, короче, я вот делаю вот так Да, когда нажмете на значок программы, который вы хотите Будет идти, значит, вот так же, как здесь по экрану Вот эти вот записи, что делается Значит, вот написала, что сделала Теперь, значит, что делаем На эмуляторе посмотрим, как будет выглядеть меню загрузки Вот перед входом в систему у вас будет вот такое вот меню Ну, и сейчас мы его немножечко доработаем Набирайте У вас русская раскладка клавиатуры стоит Alt-Shift Да На третьем разделе стоит моя сборка Вот это вот Да Давайте, как вас назовем Аликс, так, напишите Аликс Аликс Сейчас Ну, я понял, понял Да, да Ну, я понял А свою вы назвали как? МРУС Минт русский И вот так будет выглядеть меню загрузки И там же, когда нажмете F3 Можете поменять Там обычно я ставлю 1024 Размер там букв на экране такой Самый оптимальный получается Вот Значит, моя сборка Ваши дела Выключить и перестартовать Вот так будет выглядеть меню загрузки Значит, ну, теперь нажмем применить изменения Все, сборочка Сборочка Встала Самой необходимой программой Значит, есть виртуальная коробочка Есть TeamViewer, значит Есть Там Конки Менеджер, значит Есть Программа для записи с экрана Она уже Преднастроенная Так То есть Будет видео храниться в папочке Видео и номер Прессор Я вам могу на нее, допустим В какой-то свою программу поставить На кого? На мою сборку, что ли? Да хоть бы мою, хоть бы у вас Ну, так ради бога Какую вы хотите поставить? Давай тогда встану в команду Нет На линуксе Total Commander не ставится Ставится программа Сейчас Да погодите вы Он, во-первых, здесь уже установлен Вот оно Называется программа Crusader Значит У него два режима Вот это вот обычный Но иногда Если необходимо Доступ Корню Нажимаете Вот на эту красненькую кнопочку И там сразу Видите, написано Запустить Crusader С правами Root Вот Заводите User И теперь у вас Как говорится Полный доступ Ко всем Операциям И системным файлам И так далее Что вы там Хотите делать В частности Вот мы можем посмотреть Файлик Вот такой Вот здесь вот Находится Файлик Fstab И вот В режиме Правки Мы можем В него Зайти И посмотреть А вот У нас Пардон Swap Файл Не подключен А как его Подключить А подключить То его Элементарно Ватса Вот идем сюда Напишите здесь Swap Субтитры Теперь смотрите, вот у вас написано, файл подкачки использовано из 0 ничего, да? Вот на гаджете, видите, да? Теперь я нажимаю на сохранить. И теперь это дело мы, значит, активируем. Пароль юзер. Заводите. И вот теперь посмотрите, что написано. 0 байта использовано из 4 гигабайт. Значит, файл подкачки у нас подключен. Подключен. Да, то есть вот здесь вот можно найти многие вопросы. Понятно, да? И команды. И команды. И видео. Вопрос. Этот файл, он при перезагрузке очищается? Сам, да? Команды и видео? Вот, чтобы можно было... Сам файл смог? Все, теперь он будет автоматом подключаться. Но он очищаться будет? А он никогда грязным и не бывает. Он используется только на время текущей сессии. Я вам сейчас сохраню файли команды и видео в папочке документы. Причем в папочке, значит, мы сделаем такую вот папочку. Потому что он иногда там копии свои создает и так далее. А так у вас вот будет этот файлик здесь храниться. И вот в нем теперь вы можете делать любые изменения. И они будут у вас уже сохраняться. А тот неубиваемый хранится на директории в папочке ETC. Эта папочка, вот она, ETC. И вот здесь, если что-то в этом напортачите, то вот здесь вот он хранится, команда и видео. Вот таким вот образом. Дальше, значит, тут по командам. А тут вот, конкретно, значит, ну тут, как ролики смотреть. Тут, значит, по операционным системам я делал. Все понятно. Значит, здесь сделал по программам ролики. То есть какая-то вас там программа интересует. Зашли, вот то, что мы сейчас вот делали. По этому делу, значит, сделано у меня несколько видеороликов. Вот команды также, которые выполняются, как говорится. То есть все самое необходимое здесь уже, как говорится, собрано. Ну, короче, надо посмотреть. Да, ну, теперь у вас это все под рукой. Нигде там не надо там рыскать, там ползать и так далее. То есть практически мы вам сделали нормальную, установили сборку. Можете ей, как говорится, пользоваться на здоровье. И вот таким вот образом. Я говорю, теперь такой вопрос. Вот сижу я на сборке, к примеру, да, на вашей... Чтобы загружались интернета, а хочу, чтобы у меня осталось. То есть мне надо из загрузок переводить сразу? Перекидывать, да? Или сразу поставить, может быть, там, вот Мазиро. Сохранять это на раздел складок. Ну, давайте посмотрим. Я в основном пользуюсь Google Chrome. Давайте идите в настройки и посмотрим, какую папочку он выбрал для настроек. Загрузки пока нет. Вот. Ну, вроде бы сделано все правильно. Хранить будет в загрузках, да. Ну, это она будет хранить на разделе, где система установлена. А, вы хотите на другом разделе? Я закружусь, да. Но, чтобы все выйдет. Почему? Вы же сейчас не на флешке, а на жестком диске. И поэтому изменения, которые вы сделали, они будут сохраняться у вас все? Другое дело, если вы хотите сделать там папочку где-нибудь там на другом... Да, я и забыл, да. Ну, вы же не на флешке. Если я на флешке буду, то как? Что, что? А если я на флешке буду, то мне надо будет сразу сохранять, да? А если будете на флешке, то сразу указывать, где сохранять, да. А так-то вы на разделе жесткого диска. Да, все. У вас здесь все, как говорится, нормально, все путем. Самые необходимые программы там все есть. Даже можете вот... Ну, в Google Chrome единственное вам нужно будет только свое учебное. А вайн как? Я точно так же устанавливал, как и до этого, да? Что, что? Вайн я могу сейчас установить здесь. Что установить? Вина, вина. Вайн. Вайн, да. Да, конечно. Вайн. Вы же вайн ставили через этот самый. Ну, вот могу показать, как здесь он ставится. Заводите пароль. Я все зато, я же на лазарском диске сижу. Да, да. Нет, ну, понятно. Ну, заводите пароль. Заводите вайн. Ну, погодите, погодите. Я ищу вайн 1.7. Ага. Здесь этого нет. Так, тогда сделаем по-другому. Так сказать, это 1.6. Да не надо ничего. Так. 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 Продолжение следует... 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 нажал по ней да просто выход и все да вот она вот здесь сидит варите ну долго он и оставит ну да там много чего что имеешь ввиду что и что имеется ввиду под словом звонилки нет я не это самое не ставил их и и не разбирался с ними но здесь не могу помочь ничем потому что опыта необходимого не имею так вот теперь здесь вот имеется значит у вас line и вот есть под него всякие там эти трики а а а а а а а Продолжение следует... 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 Удалить. Заводи пароль. А мы его удалили из системы, и он больше тебе, как говорится... Вот этим ты пользуешься или нет? Нет. Вот этим ты пользуешься? Нет. Ну это я знаю, как он удаляет. Ну как? Вот оптимальный путь. Он удаляет все через терминал. Ну да. Окей, нажимай. Видите, на самом деле? Да там сразу из нескольких там со скайпом, с ICQ там сообщение принимает и все. Да, не надо. Отмен. Не надо? Ну окей. То есть тебе не нужно выискивать там, что... Ну, а вот у тебя есть менюшка. Пошел, допустим, в интернет. Ну, здесь вот гекс-чат. Ну и нахрен он нужен. Ну, посмотришь. Вот в таком плане. Ну... Ясно. Ну... Я... Спасибо большое. Ну... Ну, пожалуйста. Ну... 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 Продолжение следует...